Политик Илья Яшин Да, знаете, когда я прочитала эту историю, в Экатрисе, по Смоленскому, города Сафродова, сидит Илья Яшин. Знаете, я очень много о чем подумала, как иногда сходится география. Помню эту историю, когда девочка десятилетия нарисовала на уроке украинский флаг и антивоенный рисунок, и ее папа за это, собственно, сел и отбывает сейчас два года. Доказание Алексея Баскалев его зовут, а девочку отдали в семью к матери, которая не очень хотела это делать. Это происходило в поселке Сафроново, где сейчас сидит Илья Яшин. Вот такие вот странные географические совпадения, проходящие по политическим статьям, не должны служить в армии. Об этом есть специальная сноска в законе. Она была принята ровно год назад, когда, собственно, заключенным разрешили служить, и появился перечень статей, по которым не берут. Это как раз фейки об армии, это сопротивление представителям власти, почему-то еще угон воздушного судна и педофилия, ну и терроризм. Терроризм сейчас тоже политическая статья, вот им нельзя служить, а остальным всем можно. Нет, конечно, конечно, Минобороны, конечно, офицеры хотели посмотреть на диковинного заключенного, на Илью Яшина. Я не сомневаюсь, что здесь, конечно, сыграло роль любопытство. Ну и что он расскажет? Он расскажет, зачем? О том, что с ним провели, фактически, воспитательную беседу. А уж как он об этом написал? Ну, написал. Вы же знаете этих оппозиционеров. Режим может опираться на бывших ЗК. Будет ли Путин основываться, что ли, стоять на двух ногах в контексте заключенных? Вы совершенно правы. Здесь заключенные очень надежный столб появился. Они все помилованные Путиным, и они это помнят. Они это прекрасно помнят. Они за это воевали. Они полгода об этом думали каждый день. И вот это событие произошло. Их не обманули, они выжили. То есть они очень верные псы. Недаром же, обратите внимание, бывших вагнеровцев набирают именно в Росгвардию. В Росгвардию на оккупированных территориях. Их туда зовут. Именно их. А Росгвардия все-таки это политическая полиция, политические головорезы, которые, собственно, в основном работали всегда по разгону, митингам, демонстрациям, вообще всех недовольных. И туда сейчас берут заключенных. И я думаю, что, в принципе, для любого заключенного, который прошел школу лагерей, наниматься в полицию, а Росгвардия – это почти полиция, это ужасно зашквар и прочее, прочее. Но времена сейчас резко меняются, очень резко меняются тюремные традиции. И главный вор в законе Шакро Молодой поддержал специальную военно-операцию в обмен на освобождение его близких по условно-досрочному освобождению. Поэтому сейчас все может быть. Все может быть. И бывшие заключенные, не морнув глазом, идут служить, в общем, фактически в полицейскую организацию, предполагая, естественно, тут обе стороны предполагают и заключенные, и их работодатели, что Путин на них может положиться. И это действительно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова